Украина самая важная происходит в России в связи с войной, о том, что режим в России становится все более тоталитарным. Но начнем, как всегда, с того, что в самой Украине. Ксюша, расскажи о том обстреле, который произошел. Да, сегодня снова был массированный обстрел. Воздушную тревогу объявили утром 29 декабря во всех областях Украины, кроме западных. Позже сигналы тревоги прозвучали по всей стране, и тревога продолжалась в течение пяти часов. Как заявляют в Генштабе Вооруженных сил Украины, во время массированной атаки 54 из 69 выпущенных ракет удалось сбить. Дронами Камикадзе были атакованы Харьков и Днепропетровская область. Большинство дронов было сбито, а по Курахово и Солидару в Донецкой области был нанесен ракетный удар. Что касается Харькова, там и утром прозвучала серия взрывов. По предварительным данным были прилеты в Слободском районе, есть погибшие и раненые. Ночью 29 декабря россияне также атаковали два села возле Запорожья. А в одном из сел Ивано-Франковской области во время массированного обстрела ракета влетела прямо в жилой дом и не разорвалась. В интернете есть эти фотографии. Действительно, вот эта огромная ракета прямо у кого-то в квартире. После ракетной атаки на Киев 40% города остаются без света, а во Львовской области из-за обстрелов без электроснабжения остаются 470 тысяч абонентов. Тяжелее всего подать свет во Львов и близлежащие населенные пункты. На утренние обстрелы уже отреагировали послы Соединенных Штатов и Великобритании. Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Спасибо за мастерство украинской ПВО. Украина победит, прокомментировало посольство США в своем твиттере. И посол Великобритании Мелинда Симонс отметила, что продолжение массированных ударов в очередной раз говорит об отсутствии реальных намерений Кремля договариваться о мире. В свою очередь посол Великобритании Мелинда Симонс отметила, что продолжение массированных ударов в очередной раз говорит об отсутствии реальных намерений Кремля договариваться о мире. Надо сказать, что очень жесткое заявление сделала и министр иностранных дел Франции Катрин Она написала в Твиттер, что «Сегодня утром Россия продолжила кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре, выпустив более 100 ракет. Рекорд. Каждое из этих действий против гражданского населения является военным преступлением согласно международному праву». Это, в общем, заявление на очень высоком уровне во Франции, министр иностранных дел Франции. Это фактически второй человек в французском кабинете. И, конечно же, применение слов «военное преступление» – это уже говорит о возможном дальнейшем изменении позиций в том числе властей Франции по поводу того, что раньше говорил президент Франции Мануэль Макрон, стоит ли говорить с Россией и так далее. Я добавлю к своей сводке сообщение о том, что происходит на фронте, в частности, возле города Кременная, за который продолжаются ожесточенные бои. Сообщается о том, что россияне стягивают туда много сил и средств, пытаясь удержать город, но деоккупация этого населенного пункта может состояться уже в следующем году. Об этом, по крайней мере, заявляет глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Цитирую. Там у нас очень ожесточенные бои происходят. Та информация, которую почему-то распространили, что зашли наши войска в Кременную, она не соответствует действительности. Возле Кременной находятся силы обороны, но там идут бои. Россияне действительно туда стягивают и перебрасывают свои подразделения. Сейчас очень много вагнеровцев туда перебросили. По словам Гайдая, российское военное командование хорошо понимает, что Кременная – это важный стратегический населенный пункт, и потерять его будет крайне болезненно. Но мы накануне как раз рассказывали о том, что и западные источники пишут в том числе о том, что в ближайшее время основные события будут разворачиваться вокруг Бахмута и Кременной, и возможен перелом. При этом надо сказать, что численность группы Вагнера, действующей в Украине, сейчас оценивается разными экспертами западными в количестве до 50 тысяч человек, из которых около 40 тысяч могли быть набраны по российским тюрьмам. Вообще группе Вагнера Пригожину довольно много сейчас уделяется внимания западными аналитиками, журналистами, экспертами в связи с тем, что группа Вагнера начала фактически заключать независимые оружейные сделки. С Ираном, например, с Северной Кореей, об этом рассказывают западные медиа. Ну и есть призывы уже достаточно широкомасштабные объявить группу Вагнера на международном уровне террористической организации. Это, возможно, ограничит какие-либо правительства в сотрудничестве с этой группой. Понятно, что Кремль на Пригожина и его, эту группу Вагнера, полагаются достаточно серьезно, может быть, серьезнее, чем на регулярную армию. При этом можно говорить о том, что в России эхо войны нарастает, и уже третий раз военный аэродром в Энгельсе на Волге был атакован, судя по всему, украинскими беспилотниками. В декабре этот аэродром уже атаковали два раза в Минобороны России. Тогда утверждали, что ПВО оба раза перехватывали дроны, но показывали фото с очень серьезными там повреждениями, разрушениями. Там погибли российские военнослужащие, шесть человек. И вот сейчас был нанесен уже третий удар. Это, по мнению многих западных экспертов, говорит о серьезных проблемах с ПВО в России. Тем временем белорусские власти сообщают, что на территорию этой страны якобы упала украинская ракета. Уже в МИД Белоруссии вызвали посла Украины. Там его попытались отчитать, заявили решительный протест. Я цитирую сейчас белорусский МИД в связи с инцидентом с ракетой. Ну и потребовали от Киева тщательное расследование и так далее. По данным Белоруссии, которые никем не подтверждаются, в четверг утром силами войск ПВО в Брестской области была сбита украинская ракета. Ну и вроде как это ракета С-300, выпущенная с территории Украины. Но с территории Украины С-300 могли, конечно, выпустить и российские силы, тем более, что они действуют этими ракетами как раз на территории Украины. Пока вот такой вот очередной демарш Белоруссии в отношении Украины. В общем, видно, что Беларусь может готовить почву для того, чтобы на самом деле присоединиться в полном масштабе к российской агрессии против Украины. Ну а с оккупированных России украинских территорий тем временем приходят сообщения и видеокадры, которые, конечно, абсолютно расходятся с тем, что рассказывает и показывает российское телевидение. Как вы знаете, на российском телевидении на главных каналах постоянно показывают репортажи из оккупированных городов о том, как там все хорошо и жизнь там наладилась и бьет ключом. Так вот, что касается гуманитарной помощи, о которой тоже рассказывают российские СМИ, Мариупольский городской совет, я имею в виду настоящий Мариупольский городской совет, тот, который украинский, обнародовал фотографии, которые говорят о том, что в городе настоящая гуманитарная катастрофа сейчас разворачивается. В общем, и так это было понятно, но вот теперь еще и фотографии есть, на которых мы видим огромную толпу людей, которые стоят в очередях за едой. А что это за еда? Это просто тарелка каши и кусок хлеба. Вот так выглядит гуманитарная помощь в Мариуполе. И в то же время, как я уже сказала, российские медиа рассказывают о том, как там все хорошо. Ну, а жители уже освобожденного Херсона рассказали нашим коллегам из издания «Инсайдер», что там происходило во время российской оккупации. И «Инсайдер» публикует довольно жуткий репортаж с интервью о тех пытках, которые там совершали российские военные. Там есть свидетельства местных жителей, в частности, учительницы музыки Ольги Куц, которая была захвачена российскими военными вместе с мужем. Мужа пытали буквально в соседних помещениях с ней, она слышала его крики. Потом им удалось освободиться, но мужа продержали, насколько я понимаю, два месяца с издевательствами. Кормили испорченными продуктами и давали на то, чтобы поесть 30-40 секунд. Это жуткий рассказ. И количество свидетельств о том, что российская армия делала в Херсоне, только растет. Очень многие западные медиа сейчас публикуют также интервью с теми, кто пережил российскую оккупацию. При этом надо сказать, что российская власть все дальше идет в том, чтобы выдавать карт-бланш на любые преступления. Тем, кто воюет в Украине, в частности, Владимир Путин подписал указ, что на время вот этой войны могут не публиковать сведения о доходах те военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел и так далее, которые там воюют в Украине. То есть, они там могут грабить. Им совершенно не надо ничего говорить о своих доходах. Очевидно совершенно, что в России появляется новый класс людей. Это такие ветераны уголовного свойства. То есть, вот целая армия тех, кто воюет в Украине, и которым выписано фактически разрешение совершать разные преступления и скрывать от общества то, что они делают. Ну, а тем временем эфиры главных российских телеканалов, конечно, полны сообщениями о том, как Москва и другие города готовятся к Новому году, как все сияет, сверкает и так далее. На этом фоне, конечно, контрастом выглядят сообщения из европейских стран и европейских городов, которые проявляют удивительную эмпатию по отношению к Украине и украинцам. Например, городские власти Варшавы решили отказаться от новогодних праздников, объясняя это войной в Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь мэрии Варшавы Моника Бойт. В Украине по ту сторону нашей восточной границы идет жестокая, кровавая, зверская война, где ежедневно гибнут люди, мирные жители. Поэтому это не та атмосфера, которая способствует организовать особо радостные события. Кроме того, добавила она, у нас энергетический кризис, поэтому мы сокращаем свои расходы. В первую очередь на развлечения. Кроме того, власти Варшавы призвали не использовать во время новогодних праздников петарды и фейерверки. Это связано с тем, что в Польше очень много беженцев, и они травмированы этой войной. И вот эти звуки, они могут привести к повторной травме. Я помню, когда я жила в Киеве, когда началась война на территории Донбасса еще 8 лет назад, было тоже очень много переселенцев, и в Киеве не рекомендовали использовать никакие петарды, фейерверки, именно чтобы не травмировать людей. Ну да, насчет эмпатии это вообще очень важно, когда она проявляется. В частности, например, известный американский писатель Стивен Кинг написал в Твиттере сегодня, что главное его желание на Новый год – это мир в Украине. Но для исполнения этого желания, конечно же, миру нужно довольно сильно постараться и помочь Украине в этой освободительной фактической войне против напавшей на нее России. И такую помощь требует оказать немецкая оппозиция, требует она этого от правительства и от канцлера Олафа Шульца. Лидер фракции Христианско-демократического союза Фридрих Мерц настаивает на поставках Украине современных боевых танков «Леопард-2». Раньше Германия говорила, что не собирается эти танки предоставлять. Ну вот Фридрих Мерц сказал, что поддержка Украины бронетранспортерами и боевыми танками не продолжила бы эту войну, а сократила бы ее Германия и другие европейские страны, уже давно должны были поставить Украине боевые машины, пехоты, основные боевые танки западного образца. И он упрекнул офис Олафа Шульца в том, что правительства Германии, очевидно, не хватает, цитирую, политической воли, чтобы взять на себя лидерство в Европе. Ну, примерно те же претензии эксперты в США предъявляют администрации Байдена, говоря, что, например, могли бы предоставить Украине более серьезное оружие, там Атакамс, танки. Об этом говорили эксперты и в интервью русской службе «Голоса Америки». В то же время в Европе не только призывают поставлять Украине новые вооружения, но и говорят, что готовы поддержать меры, способные решить украинский конфликт. Об этом, в частности, сказала премьер Италии Джорджа Мелони, но, по ее словам, таких-либо сигналов, свидетельствующих о том, что к мирному решению можно идти, особенно от России, не поступает. Ну, а в самой России продолжают поступать недвусмысленные сигналы тем, кто еще как-то высказывает свою антивоенную позицию. Мы знаем, что высказывание это может быть в любой форме. Человек может просто стоять с листом бумаги белым, может призывать к миру, может слушать или петь украинские песни. Вот, например, Кировский районный суд аннексированного Крыма назначил в сумме 36 суток ареста троим жителям села Золотое Поле, которые публично слушали украинскую музыку. В пресс-релизе на сайте суда говорится, что вечером 11 декабря, то есть это произошло еще две недели назад, но вот только сейчас стало известно, какое наказание будет, 11 декабря около местного магазина трое сельчан слушали и громко пели песни украинских националистов, тем самым выражали свое несогласие с действиями российской армии. Конец цитаты. Молодых людей признали виновными в дискредитации армии и публичной демонстрации нацистской символики. Наверное, это украинский флаг был, расценивается как нацистская символика. Напомню, что ранее жители Крыма уже штрафовали за то, что он включал в машине песню «Червона колына». И еще одно сообщение в нашей постоянной рубрике «Кого где за что» из высшей школы экономики уволили двоих преподавателей за антивоенную позицию, доцента школы культурологии Высшей школы экономики Илью Инишева уволили из-за антивоенных публикаций в Фейсбуке. Об этом сообщает студенческий журнал «Докса» со ссылкой на приказ вуза от 27 декабря. В этом приказе говорится, что причиной увольнения Инишева стал его аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы. Студенты, у которых он преподавал, рассказали изданию, что руководству вуза поступил донос на доцента. Сам Инишев не комментировал увольнение, доступ к его странице в Фейсбуке сейчас ограничен. При этом вуз уже удалил его страницу как преподавателя со своего сайта. И также доцент пермского филиала Высшей школы экономики Динара Гагарина, выступавшая против войны в Украине, сообщила изданию «Медиазона», что ее уволили с последней должности в университете. Она была заведующей сектором исторических исследований. Но при этом Путин подписал закон, который признает Георгиевскую ленту символом воинской славы России. И теперь осквернять или там что-то непотребное делать с этой Георгиевской лентой нельзя под угрозой уголовного наказания. В частности, там 3 миллиона рублей за публичное осквернение вот этой Георгиевской ленты. Или лишение свободы на срок до 3 лет. Мне интересно, будут ли давать до 3 лет многочисленным водителям, которые вешали дезодоранты автомобильные в виде Георгиевской ленты у себя в машинах. Да, а Георгиевская лента на майонезе, на кетчупе, на стрип-клубе. Вот это как? Мы же это все видели. Я думаю, что своеобразное, как всегда, будет толкование закона в России. Но надо видеть очень хорошо, что в России на самом деле идет повальная тоталитаризация государства. То есть сейчас явно людей уже не за активность, а почти за мысли преступления начинают задерживать, штрафовать, сажать и так далее. Это еще один этап, который надо отмечать в российской политической трансформации. Ну и в заключение, как всегда, информация, которая немного поднимает настроение, особенно перед Новым годом. Вот мы рассказывали сегодня о том, что Варшава отказалась от новогодних праздников, потому что это сейчас неуместно. Но тем не менее, сами украинцы, как вы знаете, они настолько оптимистичны и полны даже не надежды на победу, а уверенности в победе, что они продолжают праздновать Новый год в любых условиях. И вот, например, я нашла сегодня в интернете расписание праздничное для Харьковского метро. На станции «Университет» там пройдет новогодний концерт. Вот такое расписание на 31 декабря. С 10 до 12.30 новогоднее представление для детей «Белая колдунья Леденелла». С 12 до 18 на станции будет работать резиденция Святого Николая. С 18 до 20.30 праздничная программа по случаю встречи Нового года с участием харьковских артистов и музыкальной группы. То есть в условиях того, что Украину бомбят и Харьков бомбят. Я начала сегодня подкаст с того, что Харьков бомбили. Украинцы, тем не менее, умудряются поддерживать вот это ощущение нормальности и дарить его своим детям, которые абсолютно не виноваты в том, что происходит, и которым хочется праздника. Так что этим, в общем, можно только восхищаться. И хочется как-то к этому приобщиться и научиться многому у украинцев. Да, я думаю, что каждый наш подкаст, он очередное свидетельство такой поляризации между нормальными человеческими чувствами, между эмпатией, между уместностью и так далее, и абсолютным безумием, которое вот явно сейчас просто нарастает в России снизу до веры. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и, конечно, желаем прежде всего мира в Новом году. Я думаю, что мир в Украине – это главное желание не только Стивена Кинга, о котором ты сегодня рассказал, но и наше общее желание. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи в Новом году. А завтра вы услышите, как всегда, интервью. Я поговорила с социальным психологом Светланой Комиссарук. Мы говорили о том, как пережить все, что происходит. Мы очень хотим, чтобы на украинскую землю в Новом году пришел мир, справедливый мир. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом и услышимся уже в 2023-м.